Hello, my dear friends! Здравствуйте, друзья! Вы на канале Into English. Меня зовут Инна, и сегодня мы будем разбирать мультик Aladdin. Точнее, не мультик, а заставку к мультику, песню. И вы удивитесь, как много интересных слов и выражений вам встретится, как русская версия отличается от английской. И после просмотра этого видео вы сможете подпевать не только на русском, но и на английском. Приятного вам просмотра! Как будет происходить разбор песни? Слушаем небольшой отрывок с субтитрами. Разбираем его. Слушаем этот же отрывок без субтитров. Повторяем пройденную лексику. Тренируем восприятие на слух. Слушаем аудио без видео. Друзья, давайте начнем! Давайте разберем этот кусочек. Следуй за мной в место, где невероятные достижения, подвиги являются рутиной повседневности. Every hour. Каждый час или типа того. Follow me. Здесь мы видим пример поведительного наклонения. Что такое поведительное наклонение? Когда мы хотим побудить кого-то к действию. Просим или приказываем. Например, look at me. Посмотри на меня. Follow me. Следуй за мной. Wait me here. Жди меня здесь. Как образуется поведительное наклонение? Нам требуется инфинитив без частицы to. А если мы хотим попросить кого-то не делать что-то, мы используем don't плюс инфинитив. Don't follow me. Don't wait me here. Don't look at me. Давайте посмотрим еще примеры с follow. The dog followed him wherever he went. Собака следовала за ним, куда бы он ни шел. She followed me into the kitchen. Она последовала за мной на кухню. Incredible. Невероятные. По-другому можно сказать unbelievable. То есть то, во что сложно поверить. This view is incredible. Этот вид невероятный. Feats. Достижение. Давайте посмотрим значение feet на английском. Достижение, подвиг. Something that is an impressive achievement because it needs a lot of skill, strength to do. То, что является выдающимся достижением, потому что требует много навыков и усилий. Давайте посмотрим пример с feet. They climbed the mountain in 28 days. A remarkable feat. Они забрались на гору за 28 дней. Выдающееся достижение. Our routine. Every hour or so. Also. Also. Типа того. То есть если мы не уверены в количестве, если мы не знаем точно сколько, то мы используем also. Около того. Приблизительно. То есть неточное количество. How many people were at the party? 50 or so, I guess. Сколько людей было на вечеринке? 50? Или около того? Я полагаю. Where enchantment runs rampant, gets wild in the streets. Open sesame. Here we go. Где волшебство свирепствует. Gets wild. Становится диким на улицах. Open sesame. Here we go. Ты готов? Открывайся, сезам. Давайте теперь разберем выделенные слова. Enchantment. Колдовство, волшебство или заклинание. В квизке вы также можете послушать, как произносится слово. Enchantment. She set her enchantment at work. Она пустила в ход свои чары. Nothing could break through his enchantment. Ничто не может разрушить его колдовство, его чары. Runs rampant. Rampant – это то, что принимает угрожающие размеры. Run rampant – свирепствовать. То есть то, что очень быстро распространяется и не подается контролю. To spread or grow unchecked, out of control. Weeds have run rampant around the abandoned house. Disease is going to run rampant. Болезнь скоро будет свирепствовать. То есть скоро ее сложно будет контролировать, да, она будет вне контроля. Не расстраивайся. Gets wild. Gets – имеет очень много значений. И одно из них – get. Значение become – становиться. Gets – плюс пролагательное. Gets – становится диким. Давайте посмотрим еще примеры с get в значении become. Don't get upset. Не расстраивайся. She soon got bored with the job. Вскоре ей наскучила ее работа. Eat your dinner before it gets cold. Съешь свой обед до того, как он станет холодным или остынет. Смотрите. Get – плюс пролагательное. Upset – bored – cold. Gets wild – here we go. Here we go мы используем, когда хотим что-то начать. Приступим. Начнем. Let's do that again. Ready? Here we go. Давай начнем это снова. Готов? Начнем. Приступим. Right. Here we go. The game is starting. Хорошо. Начнем. Приступим. Игра начинается. Арабские ночи. Как арабские дни. They tease and excite. Они дразнят and excite. Excite – когда в ком-то мы зарождаем какие-то чувства. Чувства счастья или энтузиазма. Водушевлять, волновать, волновать, воодушевить или вызывать. Take off and take flight. Take off – взлетает. And take flight. И летят. Давайте посмотрим пример с take off and take flight. Take off – взлетать. The plane takes off in 20 minutes. Самолет взлетает через 20 минут. И take flight – start flying. Начинать лететь. So, how did birds – how did birds – take flight? Как же птицы начали летать? They shock and amaze. Они шокируют и изумляют, поражают. Давайте посмотрим примеры. It amazes me how much energy that woman has. Меня изумляет, поражает, как много энергии в этой женщине. А теперь настало время посмотреть еще раз этот отрывок, но без субтитров. Follow me to a place where incredible feats are routine every hour or so. When enchant of friends rampant tears wild in the streets. Open sesame. Here we go. I may be a night like a rabian days. They tease and excite. Take off and take flight. They shock and amaze. Давайте посмотрим второй отрывок. I may be a night like a rabian days. More often than not. I'm hotter than hot in a lot of good ways. I can shield, I can sword. You want air, I can board. No get meter, oh God, you might. Come on, die, stop on by. Hop a car, but don't fly. And one other Arabian night. Давайте разберем его. Арабские ночи. Как арабские дни. More often than not. Это словно более часто, чем нет. Чаще всего. Зачастую. Давайте посмотрим примеры. I'm not much of a cook. So, more often than not, my husband and me eat out. Я не очень люблю готовить, поэтому я и мой муж едим дня дома. More often than not, the train is late. Чаще всего этот поезд опаздывает. А hotter than hot являются более жаркими, чем жаркие. Жарче, чем жаркие. Мы здесь видим сравнительный оборот, когда что-то сравнится с чем-то. В данном случае после hot не следует существительного. А hotter than hot. Hot. Среди степени прилагательного. Hot. Прилагательное. Добавляется еще одна согласная. Т. И суффикс и а. Обратите внимание. Если у нас прилагательное односложное, и слог заканчивается на согласную, гласную, согласную, то это согласное удваивается. Хоутер. Писайте, если бы этой согласной не было, тогда слог был бы открытым. И звучало бы так. Хоутер. Поэтому добавляется еще одна согласная. In a lot of good ways. Хороших, во многих хороших смыслах. Пакуй свой щит. Пакуй свой меч. Опять мы видим поют до наклонения. Пакуй. Давайте посмотрим еще примеры с пэк. Паковать, собирать вещи. Келли паковала свои вещи до завтрака. Келли паковала свои вещи до завтрака. Шилд. Щит. Сорд. Меч. Тебе никогда не станет скучно. Хотя тебя могут get beaten избить или забодать. Обратите внимание, что здесь you might стоит в неправильном месте. Так как это песня, слова могут переставляться для того, чтобы была ритма, чтобы звучала складно. Поэтому смотрите, как мы переводим. Хотя ты можешь... Тебя могут избить или тебя могут забодать. Get beaten. Get значение становится. Плюс past participle. Здесь глагол неправильный, поэтому beaten. Гор. Глагол правильный. Поэтому добавляется иди. Ого. Come on, down. Stop and bite. Спускайся. Загляни в гости. Come on, down. Спускайся. Если дословно... Давай, ну же, вниз. Давайте посмотрим еще примеры с come on. Come on. Давай, вперед. Побуждение к действию. Действию или возглас одобрения. Come on. We'll be late. Ну, давай же, мы опоздаем. Stop and bite. Загляни в гости. Stop and bite. Вообще используется сочетание stop и bite без on. Смотрите. I will stop by this evening. Я заглянул в гости сегодня вечером. Can you stop by for a moment on your way home from these shops? Смотрите, stop by, но on мы используем уже, после глагола on your way home. Но так как здесь песня, то могут быть ошибки. Опять же, для рифмы. Stop and bite. Запрыгивай на ковер и лети. Давайте посмотрим пример с hop. Hop. Запрыгивать. То есть, быстро совершает движение. Hop. Запрыгивать. I hopped on the bus at the traffic lights. Я запрыгнул в автобус на светофоре. To another Arabian night. Еще одну арабскую ночь. Теперь мы послушаем этот отрывок еще раз, но уже без субтитров. Субтитры сделал DimaTorzok Пришло время повторить лексику, которая встретилась с нами в песне. Назовите синоним unbelievable. Назовите синоним на светофоре. Incredible. Какую фразу мы используем, если не уверены в количестве и хотим сказать, что оно не точное? Also. Какую фразу мы используем, если хотим сказать, что что-то вырастет до угрожающих размеров и выходит из-под контроля? Run rampant. Назовите синоним become. Get. Переведите предложение. Съешь свой обед, или он остынет, или он станет холодным. Eat your dinner, or it will get cold. Когда мы хотим что-то начать, какую фразу мы используем, чтобы призвать к этому? Here we go. Переведите предложение. Чаще всего я провожу праздники с друзьями. More often than not, I spend holidays with friends. Переведите предложение. Заходи позже. Stop by later. А теперь мы послушаем аудио без опоры на видео. Follow me to a place where incredible feats are routine every hour or so. Where enchantment runs rampant, yes, wild in the streets. Open sesame. Here we go. Arabian nights like Arabian days they tease and excite, take off and take flight, they shock and amaze. Arabian nights like Arabian days more often than not are hotter than hot in a lot of good ways. Pack your shield, pack your sword, you want more, don't get bored, don't get beaten, oh God, you might. Come on down, stop on by, hop a car, but don't fly to another Arabian night